Наша фирма занимается четырьмя направлениями. Это электрохимическая защита, станция катодной дренажной защиты, производство термоматериалов, работы по комплексному обследованию трубопроводов и гарантийное, постгарантийное шеф-монтажное обслуживание выпускаемого нами оборудования. На сегодняшнем стенде мы представляем линейку нашего оборудования, которая включает в себя станция катодной защиты, шкаф переходной с устройством мониторинга установок дренажной защиты, интерактивный стол, на котором представлена модель объекта электрохимической защиты. За последние несколько лет у нас в стране произошли сильные изменения, началось СМО, была потребность перейти на по возможности отечественные комплектующие. Замена была произведена, но не полностью. Часть мы перешли на дружественные страны, это Китай, Турция в части, комплектующих мы полностью заменили. В части микроэлектроники это применение китайских микропроцессоров ESP32 вместо американских Texas Instruments, замена комплектующих еврокрейтов компании ШРОВ Германия на комплектующие отечественного производства, ну и замена модульных оборудований на также отечественного производителя, которые показывают более качественные характеристики в плане климатики, надежности и более короткие сроки по поставке данных комплектующих. Да, отразились, это были, ну не то, что срывы, это были затянутые сроки поставки комплектующих и более высокая стоимость. Но наша организация вот к этому подготовилась, мы на складе держали годовой запас комплектующих, что нам позволило плавно перейти с импортных комплектующих на отечественные. Пандемийные года сказались, то есть это была небольшая просадка. После пандемийный период был рост довольно-таки большой, потому что рынок был, ну, востребованность нашего оборудования назрела, пока была пандемия. И продажи пошли вверх. Прибыль, соответственно, увеличилась. Это вот если мы берем в расчет 22-23 год. 24-й год только начался, пока динамика мне неизвестна, но я думаю, в декабре мы ее подведем и снова будем видеть всю статистику продаж. Нет, мы каждый год приезжаем на данную выставку «Коррозия», ну, и также посещаем ПМГФ выставку. То есть мы постоянные посетители, для нас это не первая выставка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!